Ты девушка? Любишь кататься и забивать? Тогда тебе точно нужно записаться в женскую сборную по хоккею. В Нижневартовске как раз набирают игроков. Этот вид спорта, как альтернатива фитнесу, приобретает большую популярность. У жительниц Югры, конечно. Хоккеем интересуются девушки разных профессий, интересов и физических данных. До недавнего времени в округе существовала лишь одна сборная в Сургуте. Теперь вот ряды хоккеисток пополняют вортовчанки. Что побуждает слабый пол играть в неслабые игры, выяснила Елена Составова. Рост Айгуль Хисматовой всего 150 сантиметров. Но миниатюрную журналистку это не смущает. Год назад она снимала репортаж о хоккеистах и так увлеклась, что решила сама встать на коньки. Хотя девушке ее комплекции даже экипироваться сложно. Форма состоит из многочисленных защитных элементов. И чтобы надеть ее самостоятельно, требуются усилия и время. Но без этого никак. Немножечко было страшно, когда шайба прилетела в шлем. Это случайность. Но вообще это нормально на корте. Защита хорошо держит удар. Поэтому никакой боли так, в принципе, ничего нет. И если Айгуль много лет не стояла на коньках, то Жанне Езерской к физическим нагрузкам не привыкать. Она мастер спорта по самбо, КМС, подзюдо, а еще преподает акваэробику. Хоккеем занимаются ее сын и дочь. И маме однажды захотелось больше узнать об этой стороне жизни детей. Им, конечно, интересно. Мы вместе можем играть зимой, собираться, играем в хоккей. Также у нас с детьми проводится на Льдовом дворце в конце сезона. Мы играем с детьми и родителями против детей, что очень тоже интересно. И сыну было очень, как сказать, гордился, что я тоже играю с ним. Вперед, вон, назад. Вот прям, вот, вот. Побрекаться. Нагрузка у команды серьезная. Четыре тренировки в неделю по полтора часа. Помимо этого, приходится работать в тренажерном зале. Ведь нужно держать себя в хорошей физической форме. Причем хоккей не замена фитнесу, а напротив стимул, чтобы им заняться. Вот здесь, вот отсюда мы вылетаем. А не то, что девочки у нас ноги соединило. Ой, а что дальше-то? И понять не может. Сейчас, в начале сезона, хоккеистки работают над балансом и техникой катания. Через две недели начнут отрабатывать прием, передачу и бросок шайбы. Тренер команды Остап Плосков гордится успехами подопечных. Говорит, они не отстают от мужчин-хоккеистов. Даже я был приятно удивлен, что они очень внимательно слушают и стараются исполнять каждое упражнение в полную силу. Мы с одной девочкой разговаривали. Она все мечтает пригласить своего мужа, чтобы он посмотрел, каких результатов она добилась. Женской сборной всего год. Основали ее три энтузиастки. После к ним присоединились единомышленницы. И тут девушки обнаружили, что самое трудное не играть в хоккей, а завоевать право на существование команды. Важно было найти место для тренировок. Первый сезон команда провела в состоянии неопределенности. К счастью, сейчас ей навстречу пошло руководство спортшколы Олимпийского резерва «Самотлор». Хоккейсткам выделили время для занятий на ледовом корте и в тренажерном зале, а главное – раздевалку. Теперь не нужно каждый раз приносить с собой громоздкую экипировку. Мы раньше мучились, так как не было нас еще много. Мы не могли определиться со льдом. Здесь бюджетная организация. Лед с утра до вечера был занят. У нас никак не получалось тренироваться. Мы даже думали на улице как-то тренироваться. Ходили и на дриблинг, и в Излучинске тренировались. Ну вот, сейчас мы тренируемся в Артовске. Сейчас в сборной 10 игроков, а нужно 16. Поэтому команда ждет в свои ряды всех желающих попробовать свои силы на льду. Спортивная подготовка не обязательно. Примут даже если вы с трудом стоите на коньках. Главное – искренний интерес и стремление учиться. Ведь в планах не только тренировки, но и поездки на соревнования. Кстати, ближайшее состоится в конце октября. Сборная Сургута готова встретиться в товарищеском матче с вартовчанками. И даже одолжить им своих игроков, чтобы сыграть на равных. Елена Составова, Рамиль Хайрулин. Для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска.